Всем привет, уважаемые подписчики! Сегодня я хочу вам представить, ну, не новую рубрику, очень нерегулярную рубрику, которая иногда, может быть, будет выходить, а может быть и нет, может быть, это будет единственный выпуск. Озвучка остреньких фанфиков, тех самых 18+, если вам нет 18+, пожалуйста, не переходите на Boosty. Это видео можете смотреть, тут нет ничего особо такого, кроме, конечно же, без удержанного мата, потому что это бэкстейдж. А основной контент будет выходить на Boosty, озвучивать фанфики будет и код, ну, и монтировать всё в звуковом плане буду я, а прикольщики вам смонтировал Ким, его тоже можете поблагодарить. Поэтому все ссылки в описании, переходите, слушайте, спасибо за поддержку заранее, и теперь можете насладиться безудержным, отвратительным юмором. Добро пожаловать! Вот и в этот раз принцесса ночи с наслаждением поднимала луну, глядя, как на соседней башне. Луна была так счастлива, что сестра простила её, что они вместе, как прежде, поднимают и опускают светило, дружат, играют, завтракают... Да, читать фанфик прям в стену текста это сложно. Принцесса, поглощённая этим приятным мысом... И тут луна услышала невдалеке... Невдалеке, да, тут невдалеке... И тут луна услышала невдалеке крик Тии и мысль о том, что её сестра грозит опас... Что её сестра грозит опасность... Где училась русскому? И тут луна услышала... Она голопом понеслась по лесу, грациозно лавируя между деревьев, и через пару секунд выскочила на тёмную погалину. На ней находилась оплетённая тём... Пиши, тёмную прогалину. Прогалину, да, да. Она бросилась... Она боролась... Она боролась изо всех сил... Тщетно... Бой она проиграла... Тут запятая просто стоит, поэтому я... Катя плачет 24 на 7... Это пойдёт бэкстидж? Да. У каждой будет. Ну чё, надо тренироваться, на. Весёлая нарезка и кот. И, короче, там будет глава, и после главы через день будет выходить бэкстейшн этой главы. Отлично, дополнительная плата. Да. Поэтому все негодования по поводу, что, блядь, в этом ёбаном фанфике происходит. Да. Гибкие виноградные лозы... Лозы... Как читать, я забыла? Лозы. Лозы. Она вскрикнула... Фу, блядь! Луна не могла пошевелиться ни одной широкой разведённой ногой. Широкой разведённой ногой. Широкой разведённой ногой. Кто же ногу развёл? Делайте. Здравствуй. Ты знаешь, развели не луну... А ногу. Утветишь. Блядь. Запишем, блядь. Разводит ноги. Принцесса... Блядь, ёбаная нога звучит хорошо. Даже находясь под дурманом, она всё ещё сопротивлялась. Пытаясь хотя бы... Сопротивлялась. Сопротивлялась. Фу, блядь. Пытаясь хотя бы зума... Зумами. Зум, блядь. Зума, ресторан такой есть. Да, есть такой ресторан. Вкусно, дорого. Блядь. Сладкий-сладкий. Пряный, сука. Пряный, блядь. Поняли? Все. Запомните твой. Это не фильм Слэш, это Тентакли. Это Тентакли. Ну ладно, тут хотя бы... Ну, Тентакли только бабы. Ладно, в следующий раз будем фильм Слэш. Сладкий-сладкий. Пряный аромат мёда и душистых фруктов с метающей вкусовой волной пронёсся по рту пони. Господи, это сложное предложение. Словно сочинённое. Да. Тем временем... Тем временем, блядь. Минавайл. Минавайл. Да. Тем временем шарообразный нарост перестал вибрировать и отсох. Блядь. Чё-то грустно как-то. Чё-то... Хорошо, что это не так. Да, потому что... Он буквально в Торксе... В Торксе, сука. В Польше? Снова в Польше. Блядь, опять. 1 сентября. Уже четвёртый. Неважно. Пуп не поспели, блядь. Как жаль. Тьфу, ёбаный в рот, сука. Ёбаные крылья всё испортили. Блядь. Сука. Да. Блядь. Блядь. Сука. Ноги ёбаный в рот. Опять начинаю тут. Сука, ёбаный струнё... Стручок. Блядь, съехала вначале. У меня... Почему луняшка, блядь? Почему не луна? Луняшка, блядь. Луняшка тоже ёбаный в рот. Луняшка тоже ёбаный в рот. Если он притягивает на серьёзную порну. Да. Всё. Порнухи конец.